Администрация Всемирного экономического форума обновила список заводов-маяков мировой промышленности. 13 из 22 новых передовых производств находятся в Китае. А быстрое инновационное развитие мировой фабрики дает надежду на ускорение четвертой промышленной революции, считают эксперты ВЭФ. Продолжение темы в репортаже далее. Лопасти ветрогенераторов на заводе корпорации САНИ в городе Шаошань провинции Хунань достигают 100 метров в длину. Производство сложное, но людей здесь немного. Весь рабочий процесс контролируется с планшета. От температуры и влажности до вращающего момента и тонкости заточки лопастей. Все данные поступают в полном объеме для мониторинга и точного управления в реальном времени. Высокий уровень автоматизации и цифровизации позволил создать цифровую модель производства. Управление им больше похоже на компьютерную игру-симулятор. Именно поэтому завод в Шаошане на днях попал в глобальный список производственных маяков Всемирного экономического форума. Такие технологии, как искусственный интеллект, интернет вещей, робототехника, должны быть масштабно внедрены на заводе. Пилотного использования недостаточно. Вы должны глубоко интегрировать эти технологии в рабочий процесс. Список передовых производств мира администрация ВЭФ составляет с 2018-го, чтобы масштабировать их опыт для ускорения четвертой промышленной революции. В октябре его пополнили 22 завода, 13 из них китайские. Машиностроительная корпорация САНИ теперь представлена в нем сразу тремя производствами. Мы очень рады, что все больше китайских заводов внедряют эти технологии, что подчеркивает продолжающиеся усилия страны по повышению и производственной эффективности, и экологической ответственности. Сейчас в списке производственных маяков ВЭФ 172 завода, 74 из них или 43% находятся в Китае. Инновационное развитие китайской промышленности неразрывно связано с ее глобальной ролью. На нее приходится почти треть мирового производства. Алексей Кан, Убинь, CGTN